Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Читающий город». С вами Елена Беляева, библиотекарь библиотеки номер 10 имени Фёдора Абрамова Централизованной библиотечной системы Архангельска. 26 августа 2023 года исполняется 110 лет со дня рождения Александра Борисовича Чуковского, российского писателя, литературного критика, корреспондента фронтовых газет, лауреата государственных премий и наград, автора книг о войне и послевоенном времени. Давайте сегодня поговорим об этом удивительном человеке. Александр Борисович Чуковский был уникальной личностью, в которой соединились незаурядные творческие способности, талант политика, живой ум, твёрдый характер, прекрасное знание литературы и истории, потрясающая трудоспособность, постоянная собранность и ещё много других качеств, выделяющих людей из общей массы. Человек напористый, острый на язык, он выделялся в любой среде, в любой обстановке. Иногда его обрекали в нескромности, а он отвечал «Скромность – верный путь к безвестности». Придуманная и созданная им шестистраничная литературная газета явилась совершенно новым типом издания. Единственная и неповторимая, как её редактор, она во многом выражала, а в чём-то и предопределяла развитие советского общества, была неотъемлемым явлением его духовной жизни. Миллионы людей, самого читающего тогда народа, даже представить себе не могли существование без литературки. И это не преувеличение, это чистая правда, что могут подтвердить представители самых разных социальных слоёв, возраста и положения. В 1971 году, через четыре года после преобразования в еженедельник, литературная газета была награждена Орденом Ленина. Александр Борисович рано вступил в литературу. Его первая публикация датируется 1937 годом. У него не было ни протекции, ни связей. Всего, чего он достиг, он достиг сам, собственным трудом и талантом. Александр Борисович Чуковский родился 26 августа 1913 года в Петербурге. Он происходит из состоятельной еврейской буржуазной семьи. Его дед был купцом первой гильдии в Самаре, отец известным врачом. Детские и отроческие годы Чуковского прошли в Самаре. Здесь он в 1930 году окончил в школу. Здесь сделал первые шаги на общественном поприще. А в 17 лет отправился в Москву начинать самостоятельную жизнь. Александр Борисович поступил на Московский электрозавод, освоил рабочую специальность электрика, вступил в комсомол, начал печататься в заводской многотиражке. По прошествии некоторого времени выходит первая книга, которой Александр Борисович гордился до конца жизни. Брошюр как термичка изгоняла брак. Далее Чуковский поступает на заочное отделение юридического института. Затем переходит в только что открывшийся литературный институт, который заканчивает в 1939 году. В литинститут ему посоветовал идти Федор Панферов, редактор журнала «Октябрь», после того, как опубликовал очерк Чуковского об Анри Барбюсе. Далее Александр Борисович работает в редакции газеты Московского военного округа «Красный воин» и продолжает учебу в аспирантуре знаменитого института философии, литературы, искусства. Пишет литературные портреты Мартина Андерсона Нексё, Николая Островского, Адама Мицкевича, Эмиля Золя, первую повесть о Парижской коммуне и ее участнице поэтессе Луизе Мишель. В 1941 году выходит последняя работа этого цикла «Кого фашисты сжигают», посвященная Генриху Гейне. С началом войны Чуковский становится военным корреспондентом газет Волховского, Ленинградского, а затем Третьего Прибалтийского фронтов. В 1941 году вступает в партию. Много ездит, много пишет. Часто бывает в осажденном Ленинграде. Виденное и пережитое там легло в основу повести «Это было в Ленинграде», создававшейся в 1944-1947 годах. Александр Борисович говорил о ней «Лучшее, что я написал». Потом выходят романы «У нас уже утро», получившие в 1950 году Сталинскую премию и «Дороги, которые мы выбираем». Повести, год жизни, свет далекой звезды, невеста. 1950-51 годы Чуковский проводит в Северной Корее в разгар американской агрессии в качестве специального корреспондента литературной газеты. Пишет там повесть «Хван, чер стоит на посту». По возвращении активно включается в общественную жизнь страны, в работу союза писателей, много ездит по миру. В 1955 году Чуковского назначают главным редактором журнала «Иностранная литература». Александр Борисович сделал отличный журнал, быстро завоевавший большую популярность. Успехи Александра Борисовича на редакторском поприще предопределили его назначение в литературную газету. Уже будучи ее главным редактором, он создает свою главную книгу «Роман-эпопею», «Блокада», ставшую вершиной его творчества. События героической и трагической обороны Ленинграда он изображает на широком фоне Второй мировой войны с ее главными действующими лицами. Таких книг о войне до блокады не было. С хрущевских времен не было в литературе и объективного изображения Сталина, чье имя долгое время вообще возбранялось упоминать в положительном контексте. Чуковский это сделал первым. Он воздал должное и военным заслугам Жукова, восстановив его полководческую репутацию после жесткой и вероломной опалы. Написанное ярко, темпераментно, талантливо, да еще внутренне полемично. Блокада получила признание и читательское, и официальное. Александру Борисовичу была присуждена Ленинская премия. Многие годы она была в числе книг самых популярных во всех слоях общества. По роману поставлен фильм-эпопея «Блокада». Четыре серии фильма посвящены событиям различных исторических этапов. Лужский рубеж, Пулковский меридиан, Ленинградский метроном, Операция искра. Фильм с успехом прошел по экранам нашей и многих других стран и вызвал много благожелательных откликов. Работа над блокадой, а затем над сценарием по ней, заняла у Александра Борисовича много лет, пришедшихся на наиболее плодотворные в творческом отношении годы. Еще более широкие масштабы событий охватывает роман «Победа», посвященный последствиям Второй мировой войны. Действие начинается с лета 1945-го. Основной композиционный и событийный центр романа «Подздамская конференция великих держав». 16 дней переговоров руководителей антигитлеровской коалиции. В этом многоплановом произведении автор также использует архивные источники. Воссозданы образы государственных деятелей Сталина, Черчилля, Трумана, Молотова, Громыка. Стержневыми персонажами, сюжетно связывающими события во времени, выступают советский журналист Воронов и американский фотокорреспондент Брайт. Роман издали огромным тиражом, и он разошелся буквально в несколько дней. Всеобщий интерес был поистине ошеломляющим. Большим событием явился и кинофильм «Победа». Жанр исторической романистики в первой половине 1980-х Чайковский продолжил в романах «Неоконченный портрет», посвященный последним дням жизни президента США Рузвельта и «Нюрнбергские призраки», направленных против фашизма и неофашизма. Актуален и устремлен в будущее своими тревогами, надеждами политический роман «Нюрнбергские призраки». Это не только напоминание о том, что было. Роман обращен в день сегодняшний и завтрашний. Тот, кто забывает о прошлом, рискует тем, что оно может повториться. В дальнейшем Александр Борисович выпустил сборник своей публицистики «Литература, политика, жизнь». По характеру Александр Борисович был человеком резким. Это проистекало и из его темперамента, и из убеждения, что наступление лучше оборона. На съездах, пленумах и совещаниях он был трибун, воитель, громовержец. А в обыденной жизни – незлобливый и незлопамятный человек. Не было случая, когда он кого-то уволил или строго наказал. Вообще же он ценил в людях воспитанность, умение себя вести. А тех, кто не обладал этими качествами, говорил «Что вы хотите?» воспитывался без гувернанток. Вести полемику Чуковский умел отлично. Вступать с ним в словесный поединок было делом безнадежным. Его умению высказывать и отстоять свою точку зрения можно было только позавидовать. Судьба каждому отпускает свой срок, чтобы проявить все, на что человек способен. Пушкин в одном из писем писал. Писать стихи можно до 30 лет. Редактировать одну из мирового значения газет можно тоже только до определенного возраста. Чуковский покинул свой пост в 1988 году. Александр Борисович Чуковский умер 17 ноября 1994 года. Похоронен на Новокузнецком кладбище. Очень надеюсь, что сумела вас заинтересовать этим писателем и вы захотите познакомиться с его произведениями поближе. А пока до новых встреч!